Томск открывает новые имена. В областном центре завершился седьмой фестиваль самодеятельных творческих коллективов и исполнителей компании «Газпром Трансгаз Томск». Пять дней тысячи вокалистов, актеров, танцоров и циркачей из 14 регионов страны доказывали, что они самые талантливые. И сегодня на сцене театра драмы сильнейшие артисты выступили на галоконцерте. Это была яркая головокружительная феерия. Анастасия Киченко расскажет больше. Новые имена вот уже в седьмой раз объединяют под одним небосводом пространство и людей национальности, традиции и культуры. Здесь и овенские танцы, и корейские барабаны, и русская гармонь с балалайкой. Это не просто конкурс самодеятельных коллективов. Это настоящий концерт, неугасающий фестивальный огонь. Море позитива, заряд эмоций вообще волшебных просто. У нас маленький отпуск, замечательно. Мы так довольны. Организаторы очень хорошо постарались. Это наша жизнь, без этого мы никак не можем. Потому и такие позитивные мы. Я думаю, что это праздник для всего Трансгаза. Фестиваль «Новые имена» родился в 2004 году. Тогда руководство компании «Газпром Трансгаз Томск» решило, люди, которые занимаются творчеством, большего хотят, большее могут. А потому таланты нужно поддерживать. И не прогадали. Если в первом конкурсе участвовали всего 400 человек, то в этом году вся география на сцене. «Привет, Томск! Игутск! Камчатка! Томску привет из Якутии!» Это люди не только лишь из Томска. Они представляют географию, где работает «Газпром Трансгаз Томск». Каждый год география увеличивается нашего предприятия и увеличится количество участников пропорционально. В этом году количество участников было около тысячи человек. Один регион танцует, второй регион поет, третий регион играет. Хочу с полной ответственностью сказать, Сибирь поет народные песни и танцует современные танцы. Из обычного конкурса новые имена выросли в огромную лабораторию по обмену опытом. Сильнейшие жюри, а это народные артисты России, преподаватели ГИТИСа и руководители лучших коллективов страны встречаются с участниками на мастер-классах. Но где еще таланту из глубинки можно получить? Курс артикуляционной зарядки от самой руководителя хора имени Пятницкого, Александра Пермяковой. Или станцевать с московским хореографом Александром Каргиновым. Я бухгалтер. Я инженер по земле. Диспетчер по транспорту газа. Стропольщик. Гран-при фестиваля получили шоу-балет «Вавилон» из Томска, иркутский танцевальный коллектив «Оранжевый кот» и вокальный ансамбль «Ал-Ина» из Омска. Победители получили путевку на всероссийский фестиваль «Газпрома-факел». Сегодня с уверенностью можно сказать, эту творческую волну, объединяющую тысячи человек от Сибири до Дальнего Востока, невозможно остановить. А потому на небослоне российской сцены будут зажигаться новые звезды, новые имена.